Еще несколько дней назад фасад дома номер 87 на улице Горького был увешан многочисленными несанкционированными баннерами и рекламными конструкциями с информацией о продаже квартир. Сегодня объявлений почти не осталось. Большинство собственников, получив предписание от администрации, сняли рекламу добровольно. Остальные растяжки в принудительном порядке демонтирует специально нанятый альпинист. Нам пришлось за счет собственных средств нанимать альпиниста и приводить фасада в первоначальное состояние. Будем обращаться в суд, чтобы взыскать средства, которые мы затратили на демонтаж данных конструкций и баннеров. Проблема заключается не только в том, что подобная реклама уродует облик города. В большинстве случаев это уловка недобросовестных риэлторов. За отдельную плату они предлагают сотрудничество с собственником квартир, чьи окна выходят на оживленные трассы или пешеходные зоны. Месячная плата за такую сделку практически эквивалентна и штрафам, которые предусмотрены за размещение несанкционированной рекламы. За нарушение правил благоустройства санитарного содержания территории, а именно в данном случае за размещение несанкционированных рекламных объявлений гражданами, предусмотрены штрафы до 2,5 тысяч рублей. Если деяние совершается повторно в течение года, то лицо подлежит привлечению, штраф составляет 3 тысячи рублей. Что касается размещения несанкционированных рекламных конструкций, то этим вопросом занимается уже полиция. Санкции предусматривает Кодекс об административных правонарушениях. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.